Лучше всего этот год, пожалуй, характеризует слово «борьба». Жителям региона пришлось бороться не только с коронавирусом. Протестов в области, причем и разного масштаба, было немало. И начались эти акции с первых дней 2020-го. В январе неизвестные устроили своеобразную акцию протеста под окнами областной администрации. Кто-то выгрузил рядом с елкой у Белого дома многочисленные пакеты с мусором. Это был ответ на неудачную реализацию мусорной реформы. С первых дней января областная столица утопала в бытовых отходах. Контейнерные площадки во дворах не убирались неделями. Жители боялись, что на залежи мусора сбегутся крысы. Рекоператор обвинял в коллапсе предыдущие мусоровывозящие компании, которые забрали свои баки с контейнерных площадок раньше положенного срока. И начали через суды бороться с биотехнологиями, чтобы остаться на этом рынке. Из-за этого рекоператор не смог заранее подготовиться к вхождению в реформу. А областные власти вообще изначально проблему отрицали. Давайте разберемся, что же такое коллапс. Если мы обращаемся конкретно к определению, то коллапс – это разрушение крах в результате какого-либо кризиса и полная остановка процесса. Так что уже у нас резко прекратился сбор и вывоз отходов с города Владимира. Мусор складируется у нас во дворах, вдоль улиц, где-то еще лежит. То есть он остался в городе? Нет, этого не случилось. Я считаю, что говорить о том, что у нас мусорный коллапс, что мы сорвали мусорную реформу, это крайне неправильно. Однако рекоператор после нормализации ситуации все-таки сменил директора компании. В первые дни наступающего года, как заверили в биотехнологиях, коллапса удастся избежать. Мусоровывозящие компании будут работать в празднике в усиленном режиме. У нас где-то порядка 100 машин ездит по зоне номер 2. Но тем не менее мы оперативно все убираем. И не надо бояться того, что вдруг, если где-то навалили больше в один из дней, в два раза больше транспорта, соответственно, мы не найдем. Но свои резервы мы подтянем для того, чтобы стараться убирать и не было завалов, как в прошлом году. Более интенсивная уборка, то есть можно где-то по два раза выезжать. Продолжается борьба с мусором и на границах с Подмосковьем. Официально в области действует запрет на ввоз мусора из других регионов. Московские компании по перевозке отходов пытались через суд его оспорить, но потерпели поражение. После этого мусор из столицы хлынул в область уже нелегально. Жители граничащих с Подмосковьем районов вышли на круглосуточные дежурства рядом с местными свалками. В ходе одного такого рейда пришлось вызывать полицию. Молодой водитель мусоровоза во что бы то ни стало пытался избавиться от своего груза и проехать на свалку в деревне Марочково под Паркровом. А когда полицейские составили протокол об административном правонарушении, предложил правоохранителям взятку в 20 тысяч рублей. 24-летнего парня приговорили к условному сроку. О нелегальном ввозе отходов на местную свалку утвердили чиновникам и жителям села Нагорное в Петушинском районе. В августе там случился пожар. Люди были уверены, что подожгли мусор сами владельцы полигона, чтобы скрыть следы нелегального завоза отходов. Мусор завозился всю зиму, ежедневно, всю весну и все лето, вот только до последнего времени. Не менее 5-10 автомашин двойных каждую ночь. Разговоры, что там ведется какая-то рекультивация, реновация, это все Филькина грамота, это все вранье. Бывший соратник губернатора, экс-директор департамента региональной политики уже в конце 2020 года заявил, что для решения проблемы с московским мусором глава региона подключил не все рычаги воздействия. В этой ситуации можно было решать вопрос по-другому. Решать вопрос взаимодействием с региональными операторами, решать вопрос взаимодействием с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», выстроить взаимодействие с Роспроднадзором, не так формально, как мы его выстроили путем направлениям писем, а проведением совещаний. Эффективнее организовать общественность, эффективнее взять на вооружение методы, реализуемые в других субъектах, касающиеся собственных компаний, которые могли бы этим вопросом заняться. То есть вроде бы где-то чуть-чуть по чуть-чуть, а в итоге получается тот экологический конфликт, который действительно подрывает доверие населения губернатору по Владимирской области. А вот обманутым дольщикам удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Правда, собственникам квартир проблемного дома в коммунаре для этого пришлось выйти на серию одиночных пикетов. Люди не могли въехать в свой дом с 2018 года из-за того, что застройщик вместо семиэтажки возвел в охранной зоне регионального значения девятиэтажный дом. До сих пор не можем ни въехать, ни получить ключи. Взяли ипотеку, материнский капитал вложили. Сейчас мы должны отчитаться за материнский капитал, но я не могу не предоставить детям, ни доли не выделить. Получается, я в подвешенном состоянии. Не продать не можем, чтобы купить опять же квартиру. Вот в таком ситуации находимся. Ипотеку платим, а въехать не можем. Живем на съемной квартире. В августе во время одного из пикетов к людям вышел губернатор. И после этого на застройщика возбудили уголовное дело, дольщиков пригласили на священие в Белый дом. А уже в октябре областные чиновники сфокусировались на разработке проекта «Объединенный зон охраны объектов культурного наследия», который позволит узаконить строительство этого дома. Но дольщикам жить по-прежнему негде. Не решилась до конца проблема и со строительством М-12. Весь год против прохождения дороги под окнами своих домов выступали жители Гридина, Вяткина, деревень-погребища и Колокша, других населенных пунктов. Люди выходили на протесты даже несмотря на коронавирус. Мы против М-12! Трассировку платной магистрали меняли несколько раз, но в октябре утвердили окончательно. Отстоять свои поселения от амбиций дорожников удалось не всем. М-12 пройдет через поселения шести районов области. В Петушинском районе через сельские поселения Нагорное, Петушинское, Пекшинское, в Собинском через Копнинское, Куриловское, Воршинское, Калакшанское, в Судогодском через Вяткинское, Головинское, Муромцевское, Машокское. В Гусь-Хрустальном районе затронет поселок Золотково, в Селивановском сельское поселение Малышевское, в Муромском районе Ковардитское, Борисоглебское. А в самом Владимире пройдет через мостострой. А вот политологи и общественники не на шутку встревожены процессами, происходящими в областной администрации. За год только из высокопоставленных чиновников в отставку подали. Директор департамента ЖКХ Илья Потапов. В Рио вице-губернатора по ЖКХ Александр Байер. В Рио первого заместителя губернатора по промышленности, инвестициям и сельскому хозяйству Максим Брусенцов. Заместитель губернатора, отвечающий за внутреннюю политику региона Игорь Маховиков. Руководитель облздрава Алексей Мазалев. Директор департамента региональной политики Денис Лякишев. Председатель комитета внутренней политики Олег Леухин. Председатель комитета по молодежной политике Алексей Виноградов. Губернатор без опыта руководящей работы стал в главе кадровой, ничем не оправданной карусели. Заместитель губернатора и директора департаментов поменялись дважды. Спросить за эту кадровую карусель было неского. Приглашенные на круглый стол руководители обл администрации не пришли. Сославшись на неотложные дела. Валерия Саенко, 6 канал.